На презентации трёхтысячных RTX'ов NVIDIA заявила, что Ampere принёс самый большой прирост между поколениями видеокарт. И если с 3080 и 390 это наглядно показать сложно, потому что прямых аналогов в 2000-й линейке у них просто не было, то RTX 3070 должна заменить собой RTX 2080 Ti. 3070 на минуточку — это младший из пока что представленных Ampere. Ну а 2080 Ti — предыдущий топ, у которого и цена была соответствующая — больше 100 тысяч рублей. 3070 обещает сделать то же самое за 500 долларов или за 45 с половиной тысяч рублей. По крайней мере, именно эта цена официально назначена рекомендованной, но об этом мы подробнее поговорим чуть позже. Что касается характеристик. У 2080 Ti 11 гигабайт GDDR6 памяти с шиной в 352 бита, 544 тензорных, 68 RT и 4352 кода-ядер. Видеочип построен на 12-нанометровой архитектуре Тьюринг. У 3070 более совершенный 8-нанометровый техпроцесс, но при этом памяти всего 8 гигов с 256-битной шиной. Куда ядер стало больше — 5888, а вот тензорных и RT меньше — 184 и 46, но зато они третьего и второго поколения. Посмотрим, что это даст на практике. Но сначала посмотрим на саму карту. У меня на тесте RTX 3070 Founders Edition. У неё не такое замороченное охлаждение, как у старших моделей, здесь оба вентилятора находятся на одной грани и гонят воздух в одном направлении. Но выглядит она всё равно здорово. Карта полностью металлическая и ощущается как вполне самостоятельный девайс. По габаритам она чуть компактнее той же 2080 Ti. Но что по производительности? Сначала посмотрим на игры с бенчмарками. Тестировать будем на максимальных пресетах графики с Full HD и 4K разрешением. Помимо видеокарт в тестовом стенде стоит i7-10700K, разогнанный до 5 ГГц, и 16 ГБ оперативной памяти с частотой 3600 МГц и таймингами 16-16-16-36. В Assassin's Creed Odyssey Full HD 2080 Ti выдаёт на 5-6 кадров больше. Как бы заявочка, что так просто своей позиции эта карта отдавать не намерена. Но не забываем про разницу в цене. 4K 3070 отстаёт всего на 3 кадра. 42 против 45 по среднему показателю. Бенчмарк Horizon Zero Dawn в 4K обе карты прошли с идентичными показателями. 53 кадра в среднем. В Full HD разница между ними чуть больше. 2 кадра. Если смотреть на счётчик, то иногда можно заметить и больший разброс. Кадров в 5, например. Но это настолько кратковременно, что на средних значениях за прогон не сказывается. Да и в игре никак не чувствуется. В итоге 124 кадра в среднем у 2080 Ti и 122 у 3070. В Far Cry разница чуть очевиднее по цифрам, но на геймплей это по-прежнему не отражается. В Full HD у 2080 Ti в среднем 155 FPS и 149 у 3070. Те же 6 кадров разницы видим и в 4K разрешении. Средние показатели 73 и 67 FPS. Shadow of the Tomb Raider мы протестировали аж в трёх режимах. Во всех случаях с 12-м DirectX. Первый прогон был с классическим Full HD разрешением. Тут 3070 вырвалось вперёд. 132 кадра против 129 у 2080 Ti. Второй прогон с разрешением в 4K. Там преимущество вернулось к 2080 Ti. 57 и 52 кадра, если говорить о среднем фреймрейте. И третий прогон был также в 4K, но со включенным DLSS сглаживанием. Я про него делал отдельное видео. Это очень классная технология, которая помимо того, что сглаживает грани и делает картинку чётче, ещё и увеличивает фреймрейт. В итоге с тем же 4K разрешением у 2080 Ti уже 74 кадра, а у 3070 – 63. Дальше будут игры, в которых нет встроенных бенчмарков и с тестовыми сценами приходилось импровизировать. Соответственно, погрешность в них будет выше. Начнём, пожалуй, с Project Cars 3. Гонки по замкнутым трассам максимально напоминают рельсы в бенчмарке. Full HD в обеих карт тут 110 кадров в среднем. У 3070 чуть-чуть выше показатель просадок, а именно на 6 FPS выше. В 4K разница по этому показателю вообще всего 1 FPS, а средний фреймрейт идентичный – 38 кадров в обоих случаях. Ещё одна игра, которая имеет историческую связь с машинами – это культовая мафия. Ну а в данном случае тестируем её ремейк. В Full HD тут снова полный паритет – 132 FPS в среднем. В 4K перевес у 2080 Ti, но всего в 2 кадра, что укладывается в рамки погрешности, учитывая реальный геймплей. Дальше парочка шутеров. В Doom Eternal разброс самый большой из всех сегодняшних тестов. Назвать лидера просто смотря на мониторинг очень сложно, потому что обе карты поднимаются за 320 FPS и опускаются до 260 примерно. Счётчик за весь прогон говорит, что победила всё же 3070. У неё 296 кадров в среднем против 285 у 2080 Ti. И это в Full HD разрешение. В 4K, естественно, цифры скромнее и разброс меньше – от 80 до 105 примерно. Счётчик говорит, что у 2080 Ti было 100 FPS с просадками до 77. И 96 с просадками до 73 у 3070. Учитывая динамику и малую контролируемость происходящего, можно сказать, что результаты одинаковы. И в завершении контрол, но, естественно, тоже в нескольких режимах. Самый простой пробег с Full HD разрешением отдал предпочтение 3070 RTX. Но опять же, мы говорим о разнице в два кадра при показателях далеко за сотню. Но у нас же тут битва RTX-ов в конце концов. Давайте выкрутим лучи на максимум. Фреймрейт, естественно, напрягся. Но всё равно он старается сильно ниже 60 кадров не опускаться. Преимущество в два FPS по-прежнему за 3070. Ну и самые жёсткие настройки. 4К, лучи на максимум. Но единственное, что сделалось, это сглаживание. Тут 2080 Ti взяла реванш и отвоевала 4 кадра обратно. Результат 58 против 54 FPS. В итоге, если эти карты не идентичны, то очень и очень схожи в плане производительности. Что ещё раз напоминает о том, что не стоит судить о железке исключительно по характеристикам. Особенно, если речь идёт о видеокартах разных поколений. 3070, несмотря на гораздо меньшее количество тензорных и RT-ядер, а также шину с меньшей шириной, идёт с 2080 Ti фактически впритык. Ощутить между ними разницу без счётчика в большинстве случаев действительно невозможно. И особенно это радует 4К-разрешение, которое ещё совсем недавно было недостижимой планкой. Потом стало роскошью для топовых сборок и теперь практически нормой даже для среднего сегмента. 4К-мониторы дешевеют и видеокарты, которые способны справиться с таким разрешением, тоже. Так что RTX 3070 действительно отличная карта за свои деньги. Но вот тут всплывает та самая оговорочка, обещанная в начале. Ещё раз напомню. Рекомендованная цена 45,5 тысяч рублей за Founders Edition. NVIDIA обещает продавать их именно за эту сумму. И у себя в группе ВКонтакте они должны выложить подробности со сроками и ссылкой, где именно их можно будет заказать. Но у Founders'ов выпускается очень ограниченное количество. И тут главный вопрос, по какой цене и в каком объёме будут представлены карты от партнёров. Будем надеяться, что их выпустят всё же больше, чем 3080 и 390, и найти их в магазине труда не составит. Ну и что доллар будет по 30 хотя бы пару дней. Ладно, на этом пока всё. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. И скоро увидимся в новых выпусках. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!